Всем привет! Сегодня будет идти речь о проблемах 212-го Мерседеса с дизельным двигателем 2.2 с OM651, конкретно в нашем случае на 170 лошадей. Бывают, как вы знаете, на 136 и на 204. В чем заключается проблема? Когда машина остывшая, то есть простояла, к примеру, всю ночь, либо 5-6 часов днем, заводишь, начинаешь езду, и если не нажимать почти, совсем не нажимать на газ, то есть очень слабо ускоряться, возможно, она и не появится. Но если чуть-чуть придавил педаль газа, то сразу машина становится овощной. То есть попадает в какой-то режим, не могу сказать аварийный, может быть он и аварийный, просто на приборной панели ничего не показывает, никакую ошибку, и машина не поднимает, даже, я точно не помню, потому что эта проблема у меня была давно, но, по-моему, даже больше 2500 оборотов не поднимает. Не то, что 3000, даже 2500, но это не точно. Я это так по памяти вспоминаю. И так, в таком режиме ездишь, пока не заглушишь автомобиль. Если машина еще не прогрелась, можешь заглушить, и опять же все по новой. Если ехать очень-очень аккуратно, возможно, ничего не покажет. Но если еще опять нажать на газ, то эта проблема опять появляется. Чтобы вы понимали, нажимать на газ, это я не то, что придавил в пол. Просто ускоряешься, как в обычном режиме любой нормальный человек ездит. Проблема эта у меня была на протяжении, не знаю, месяц, либо два. Я ездил вот так. По утрам чуть-чуть было неприятно. Но потом, как машина прогревалась, все исчезало. То есть, можно было заводить и нажимать на газ сколько хочешь. Машина ездила нормально, без каких-либо ошибок. В принципе, все было так до момента, когда в один день еще появился и чек. То есть, все как обычно, просто еще и чек на приборной панели. И тогда я уже понял, что тянуть нельзя, нужно искать решение. Это решение было просто идти к компьютерщику, чтобы он проверил, какие ошибки есть, на что машина жалуется и попытаться устранить. Компьютер показал, что неисправны, то есть ошибки по двум датчикам. Я точно не могу сказать сейчас, что это проблема из-за этих двух датчиков. То есть, точно из-за одного из них. Но, возможно, до появления, если бы я пошел к компьютерщику до того, как появился чек, возможно, машина бы показала только один из этих двух датчиков. Но какой из них, я не знаю. Поэтому я решил поменять сразу два, не искать, то есть, так, либо по одному менять, потом посмотреть, что поменяется. Просто решил оба датчика поменять. Я вам покажу сейчас датчики. Вот они у меня, эти старые. Первый датчик, я сейчас посмотрю, как он называется, чтобы вас не вести в заблуждение. Так, давайте по этому, бошевскому. По ценам. Я нахожусь в Молдове. Все цены будут для Молдовы. И, возможно, даже для нас уже они не актуальны, потому что сейчас меняются цены каждый день. Но где-то 7-8 месяцев назад было так. Этот датчик называется датчик давления во впускном коллекторе. Они вроде бы оба типа датчики выхлопных газов, но, конечно, разница между ними есть. Его номер по Бошу вот здесь. Я не знаю, если вам видно. Если нет, я вам покажу фотографию. Я решил взять по Бошу, потому что в сервисе, где я менял, сказали, то есть там ребята вроде бы разбираются в Мерседесах, сказали, что именно по этому датчику не принципиально менять его на оригинал. Можно и Бош, потому что тоже нормальный. И разница в цене была где-то так, примерно я сейчас говорю. Бош этот датчик стоил 30 евро плюс-минус, а по оригиналу где-то 80 евро. То есть разница больше, чем в два раза. Давайте я вам его покажу. Ну, наверное, вы уже его видели, вспомнили. Вот так он выглядел. Этот датчик, как я помню, на 212-м, Е-250 на 204 лошади, который вы уже видели в моих видео, мы тоже меняли. Вот, в принципе, возможно, если пробег у вас довольно большой, он тоже может создавать вам проблем. И второй датчик. Датчик этот просто выхлопных газов. Возможно, он имеет и другое название, но вот это пока что я и нашел. Как объяснили там в сервисе, я уже точно не помню по названию, но, в принципе, вы поймете по номеру. Вот так. Если это не видно, я вам покажу по фотографии. И он выглядит так. Он вообще маленький, как будто какой-то болтик. Вот так он выглядит. И этот стоит подороже. Этот мне в сервисе сказали, что желательно, не то, что желательно, почти обязательно взять его по оригиналу, по Мерседесу, потому что у них был опыт с аналогами, и они не ходят долго. Поэтому я взял оригинал. Оригинал стоил 2000... Опять я влею. Оригинал стоил примерно 110 евро. Где-то так. То есть, вот 140 евро, два датчика. Замену я уже не помню, сколько стоила. Но, в принципе, это для вас не будет актуальным, потому что, опять же, каждый в своем городе найдет разные цены. Что могу сказать? После этого вообще машина стала ездить нормально, без каких-либо проблем. Я считаю, что с этой проблемой тянуть нельзя, потому что, возможно, после этого начнутся проблемы уже с сажевым фильтром. К примеру, у меня пробегы почти... Ну, 380 с чем-то тысяч, и вообще никогда не было проблем с сажевым. То есть, если обслуживать автомобиль нормально, и нормально на нем ездить, сажевый вообще не проблема. Вот, в принципе, все по сегодняшней проблеме. Если вам видео понравилось, если вам интересна тема про 212, и не только, потому что дальше будут выходить много видео и по нем, и по разным автомобилям, мы будем выставлять хотя бы, как когда-то, один видео в неделю, хотя бы, может быть, получится и больше. Поэтому, если вы не хотите пропустить этих видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok